Но перед тем, как я начну повторять то, что было в прошлый раз, я хотел рассказать про алгебро-геометрический контент происходящего, то, что я в прошлый раз упоминал, но не рассказал, про ограничение скаляров. Вот пусть мы живем в алгоритмической геометрии, у нас вместо многообразия, которые этапологические пространства, у нас есть, скажем, поле К, содержащим поле К-маленькое. Значит, это конечное расширение, то есть размерность поля и размерность над К-маленьким К-большого равна меньше бесконечности. В этой ситуации можно определить афинное многообразие. Многообразие. Ну, там точек у нас как бы, на самом деле, нету. Поэтому афинное многообразие определяется как кольцо. Вы берете полиномиальное кольцо полиномов, например, КАТ, Т1, ТЛТН, и фокализуете его по идеологии. И называете это кольцом функции на многообразие, которое, если у нас было бы, было бы алгоритм, замкнутое поле, и была бы верна терема Гильберта о нулях, то и было бы, то вот это многообразие, это кольцо было бы кольцом функции на множестве общих нуля идеала И. А так это просто кольцо. Но, тем не менее, можно думать про него как про многообразие, как про множество общих нуля идеалов. Теперь вы можете рассмотреть, да, естественно, что любой идеал в кольце полиномов конечно порожден по теореме Гильберта об азисе. Соответственно, можно считать, что И порождено полиномами, П1, ТЛТН. ПРН полиномы, полиномиальные функции из КН, фух, Д, спасибо. Это функции из КН в К. Замечательно, теперь мы отрежем КН с К маленьким в степени ДН. И П у нас будет функция из К степени ДН в К степени ДН. Вот. Это хорошее упражнение проверить, что эта функция, мы просто интерпретили К степени Н как К маленькая в степени ДН. Жить функция тоже полиномиальная. Ну, это видно, например, из того, что полиномиальные функции, которые симметричны по переменам, и линейные над К. Вот. Но если она, функция была линейной на К большим, то она была линейной на К маленьким. Вот. Поэтому это полиномиальное. То есть вот такое отображение можно задать, как Д полиномов. Ну, отлично. Вот у нас было Н. Ох. Н лишнее опять все равно. Лучше М. У нас было М полиномов. И от Н переменных. Вот. Мы их проинтерпретировали как НМД полиномов на К маленькой в степени ДН. Вот. Ну, если вы немножко вдумаетесь в то, что такое размерность, ну, если вы когда-нибудь вообще смотрели на геометрические вопросы, то понятно, что размерность увеличилась в Д раз. То есть, если у вас было одномерное многообразие, у вас стало демерное многообразие, например. Но над полем меньшей. Над меньшим полем. Вот это в одну сторону операция. В другую сторону операция совсем простая. Вы просто берете такое кольцо и тензор умножаете его на К большой, если он был на К мал. Вот это две операции, которые я сегодня и в прошлый раз в конце лекции пытался имитировать методами топологии и комплексного анализа. Окей. Да, ну теперь, что, собственно говоря, сегодня будет. Вот у нас мы определяли комплексное многообразие, как многообразие, снабженное пучком функции локальные, изоморфные, как кольцованные пространства, локальные изоморфные, но просто шаров, цвенны, с голоморфными функциями. Другими словами это многообразие, которая покрыта картами, вот, и картами эквивалентными шарам, и функциями перехода гломорфные. Вот, еще есть почти комплексное многообразие, М, И, почти комплексное, комплексное, если И, если И, это эндоморфизм касательного расслоения, который в квадрате равен минус торжественному. Вот, и борьба идет за то, чтобы построить, ну, не эквивалентность, но понять, построить фунтер из комплексных в почти комплексные, и понять, когда набрать их. То есть, на какие многообразия получаются образом, это фунтер, если вы знакомы с терминологией теории категорий, будет просто вложением категорий, там, строгий, полный. Вот, но не суть важна, что это фунтер, важно, что можно всегда, если у вас есть комплексное многообразие, то есть, покрытое шарами в цвенной, на каждом из этих шаров, у вас есть почти комплексная структура, которая здесь не написана, но она понятна какая. И от dx есть dx и t есть dy и t, и от dy и t есть минус dx и t, и z и t – это гломорфная координата, которая есть вещественная координата, плюс кольнинг минус 1 – минимая координата. Вот. Теперь функции, которые гломорфны на цвенной, в терминах, это почти мягкая структура, создается как f гломорфная, это тоже у нас было. Тогда и только тогда, когда df лежит в лямбда 1,0,n, то есть, в собственном пространстве относительно i с собственным значением корень из минус 1. Теперь что мы, если у нас есть почти комплексная структура, у нас появляются условия гломорфности, но оно, в принципе, может быть, некая функция может ему не удовлетворить. И наоборот, если у вас есть условия гломорфности, у вас получается лямбда 1,0, и как мы уже 500 раз обсуждали, лямбда 1,0 однозначно зовет оператор i. Ну, на априори почти кем детском многообразии гломорфной функции может не быть, но если оно комплексное, гломорфной функции там столько, что они порождают вот этот пучок, это расслоение. Поэтому, если у вас есть m-комплексное, там однозначно появляется почти комплексная структура. мы берем подрослоение в касательном расслоении, заданное вот таким вот условием. Это подрослоение порождено дифференциалами гломорфной функции, и это подрослоение... Дальше мы берем единственный вещественный оператор, который на этом подрослоении действует как корень из минус 1. Таким образом, каждое комплексное многообразие дает нам почти комплексное многообразие, и комплект структуру восстановится почти комплексной структуры вот но это не любое комплексное почти андекс на многообразие дает нам пасе андекс на многообразие чтобы этом убедиться проще вопроса придумать какой-нибудь оператор и который никаких координат не сейчас на аналитический кей-то бы ужасный оператор принципе нетрудно придумать есть поводится вот и на другой стороны конечно дом и комплексная вещественно личный чем комплекс на электрический хорошо да и вопрос к этому есть это просто повторял я ничего нового не говорил так да теперь я сформулирую дифференциальные условия которая гарантирует интегрируемость дифференциальные условия более слабая то есть вывести из него интегрируемость трудно интегрируемый смысл то что у нас вот образ этой стрелочки называется интегрируемой почти комплексной структуры вот дифференциальные условия такое выберете коммутатор 10 векторного поля с 10 векторным полем и он должен лежать в один векторном поле препятствия к этому не просто форма фрабининс этого подросла я не называется она тензорный ухо есть кратко то есть теорема если вот вот если это верно так называется и называется формально интегрируема и формально интегрируема вот теорема что из формальной интегрируемости интегрируемости я подозреваю что я нам не знаю доказательства где бы она была бы в негладкой ситуации хотя в c2 плюс ипсион гладкости в принципе должно хватить на дай считается без дай читается бесконечность и c гладко где-то следует а интегрируемость ну и тот способ которым это делали не лендер неренберг не повторить сейчас невозможно смысле что люди наверно могут отправлять которые занимались уже нет наукой но там как-то все тоскливо длинного естественно никто это не делает вместо этого люди просто берут алгоритическую геометрию для почти контактногообразия и начинают ее улучшать пока не получают там такую вершину этой науке теремы там когда и разумные не теорема картана и был там биржин комплексного анализа из них уже выводят изобилие гармоник голомортных функций которые достаточно то есть если вы у вас уже но голоморта функции есть просто дифференциал голомортных функций порождают ты 10 то это уже интегрируемость от легко проверить хорошо вот я не буду терем доказать вместо этого откажу более слабого теорема где и вещественно аналитическое вот тогда следует интегрировать в обратную сторону как раз очевидно как я говорил уже потому что любой комплект аналитический объект является вещественно аналитическим вот до дугой на блюд тривиально на блин с этого размерности один этот тривиально условия то есть формально интегрируемость для римных поверхностей всегда верно за бесплатно вот но показать интегрируемость от требует некоторого может быть лишь к делу хоть время руки и вопрос есть что тоже было а ну потому что на комплект на аналитическое а комплект аналитическое вещественно аналитическое вам надо аккуратно по понять что другое комплект аналитическое но на самом деле то что просто разложение да ну вопрос а почему у нас оператор комплект сной структуры причем для их структуры будет и честно аналитический нам это будет видно то есть ближе там к середине лекции просто будет на доске ой вот это совсем не удивить не убедительно понимаешь что угла может наградят они на c а мы нас интересует на дыр веще аналитичность на дыр и вот поэтому как бы пользоваться аргументом из гламотных орденашу доказать что-то наверно тебе нужно научиться научить переходить одни координат другом это не вполне очевидно хорошо вещественно политическом на функция вот фунец который разлагается в ряд ты лора 1 ст аналитичесным в концах альба вот 3 честное диди кольцо а вещественно амалитической функции наш альба я ну собственно пучок и частности функции на шаре дает дает на шаре структура кольцо но пространство и вещественно-тического многообразия от многообразие которые локально устроена окольцованная как как шарф сейчас на физическим функциями на нем вот и соответственно с очень многообразие то то что лакала конь того суда из странного можно представить виде пространства видим к логическому рай с набором кардио функция перехода вещественно аналитических это может 500 раз обсуждались кинозе счета есть вопросы задавайте если ты дальше поеду жену тоже сам дословно то что было в комплекте аналитической ситуации нет вопросов хорошо вот то что что тоже было в прошлый раз но я и в слайдах его появился вместе совершенно зря потому что она не одна дольше все знают на самом деле вот значит у нас есть векторное пространство в оператор и из в векторной пространство в нации инволюция инвалидной что вкладывать тождественная эволюция и антикомплексная антикомплексная если и чем йота от лямбда x есть лямбда с палочкой на йота от x вот и вещественная структура структура это антикомплексная инвалид ся комплексная инвалид ся вот и теорему которую мы прошли вас обсуждали стоит том что если у вас есть в йод там вещественная структура естественная структура на вектором пространстве то существует базис x1 тазали и xn в этом вектором пространстве такой что йота от x это есть x это эквивалентно как легко проверить тому что в есть в и т в йота тензор c где в йод от неподвижной точки это множество всех из таких что йота от x и равно x вот в чем суть происходящего и суть в том что у него у него половинный размер с неподвижные точки причем если мы это просто неподвижных точек а комплифицируем тензор умножим на c то мы получим снова наш процент совы то есть эквивалентно условия эквивалентно и тем двум условиям которые на той на том на той доске написаны стоит том что в ну естественно отображение из в йота тензор c в это изоморфизм чем я за двое не такое просто берете кинь вектор и с комплексными коэффициентами и вкладываете вот если вспомнить то что я сам начал говорил про вот это вот ограничение скалеров то тут ну как можно как-то в этом в этом духе пересказать значит теперь доказательства тривиально ну вот было это процедура которая берет комплект на это нас сделать из него естественно и вещественно комплексный тентоза рам c вот здесь видим обратную сторону как раз формализм то есть мы можем будет комплект на пространство как вещественная тензор c и вещественная структура как раз то что позволяет восстанавливать вещественная пространство из которого это получилось умножение нация вот доказательство такое значит у вас есть x1 таза лекс м как и клинин независимая и независимая зависимая вектора я буду последнее доказывать дозит не под наши неподвижные точки транзор c это в из-за того стоит половинная размерность из этого стал следует существование боится неподвижного то есть вот предыдущая вот x1 то александр и они пришлось ли независимые вектора в в новое в ее то это вообще сказать вещественных образностных или независимая над р можно конечно ли независимый на c ли независимый на c над c но это потому что сумма x один товаре и к лямбда и т икс это от и равно нулю до него чего д равна 0 это линейная зависимость между ними но мы применяем к ней операцию йота мы получаем что сумма значит как сытом и применяют мы получаем x это клем дает мы получаем для нас палочки поэтому мы мы получаем что от и равно нулю тогда лямбда и т с палочкой икс это равно нулю вот термо эти два этого выражения сложим и получим что сумма вещественные части лямбда и т икс это равно нулю то есть вещественная часть равна нулю потому что они независимы от р вот ну и аналогичным образом мы просто умножим лямбда и т на кольки с минус 1 и получим что сумма мнимых частей мнимых частей лямбда и т икс это равно ну начнет к лямбда и т равна нулю то я на чисто мнимая мы просто возьмем на самом деле так сказать что смотрите вот из этого сразу сверху лямбда чисто мне мы замечаем умножим это уравнение на конец минус 1 мы получим линейную зависимость которая уже вещественное чего не бывает нет общем ну например в цель нас два вектора в цель отлично в из два вектора там один и конец минус 1 они на дыр ли не зависим а на цезарь вот мы же это уже отложение за бесплатно они независимы на на не только надо 1 нация ну а наложение она потому что если у вас есть какой-то вектор значит если у вас есть вектор x выберете x плюс конец минусу плюс йота x это инвариантно относительно йота вектор он лежит в йота вот и икс минус йота x умножить на корень из минус 1 тоже идет инвариантный потому что эта штука при применении йота приходит минус себя и от штук применение йота тоже приходит минус себя поэтому он лежит в йота вот ну и хрена комбинация порождает их я был гнятин какие-то вопросы есть давай то же самое делать но уже для многообразия то есть если определить вещественную сторону на комплект на многообразие смотрите комплект на многообразие то можно можно бесплатно рассмотреть как вещественное на друг другое то есть это как такой она при этом удвоит размерность это в другом направлении действия вот тут мы возьмем наоборот комплексная и попробую получить из вещественного точно так же как вот в этой теореме мы брали к это вещественное получали из него комплексно насчет определение пусть у вас есть йота из-м-в-м инволюция ну там можно комплекса можно почти комплекса дать по силам без ну потому что а это настолько для комплекса понадобится что войти комплексного комплексного многообразия такая что йота от назад от лям до 10 если он думает ну иначе говоря йота от и д ну там вектор вы есть здесь это равносильного условия потому что йота от или вектор а вы есть минус и от йота то есть антикоммутирует поворотом с нашим комплексным поворот вот тогда йота есть вещественная структура называется вещественная структура ну и тривиальное наблюдение замечания тесно резинок замечания тут а ну да тут сразу приводит пример вот пример если у вас есть отображение которые представляют гламотный антиглом а антигломатная функция отгла функция который с палочки голоморфная вот такое отображение представляет гламотный антигломатная функция печень приятков комплексное сопряжение как собрание лиц вещественной структурой мы на кажется обсуждали ну комплекс на обще то я буду ну подлипать им я сам то же самое только вот это условия проголоморфность не имеет смысла его не написал а вот это условие будет это условия будет а вот условия которая здесь будет что антигломатный пункт переводит в гламотное то же самое что вот замечание которое хотел сделать такое пусть у вас есть . x в м она неподвижна относительно йота то есть йота тыкс равно x тогда йота дает а действует наказать на процент все как коксу в м вот тыкс м это вещественная структура вот ну как в прошлый раз мы обсуждали любая любой автоморфизм вещественного гладкого гладкого как конечная группа 10 на гладком многообразие в клево неподвижной точке и в некоторых объект действует линейно части но тоже я договорил точно что и либо инволюция действует линейно их координатах вот соответственно если мы знаем уже что это вещественность структурно касательно про станции ночные половины векторов неподвижная но она и действует ночные не по многообразия не на котором она многообразие подвижных точек имеет половинную размерность что может быть есть замечательный пример пустого подножества это центральная асимметрия на cp1 вот она антикомплекс на тоже имеет ориентацию она меняет она является изометры меняющей ориентацию другими словами она переводит и в минус и вот и она им не имеет неподвижных точек это йота а йота действует на неподвижно наказать на базах неподвижные точки как автоморфизм вот это автоматизм антикомплексные вообще-то является вещественной структуры потому что это инволюция который антикомплекс на вот вот то есть вещественной структуры значит они они представляют гламур на эти гламур на и функции и переводит минус и 1 0 0 1 и наоборот и соответственно неподвижной точками половину размерность то есть как бы есть мы это ли не реализуем все то там действительно будет целый ный и от войны в нем лежать будет а можно найти координаты в которых это верно вот тут как-то немножко мудно это сказано скажу это отдельное утверждение на слайд над как не свеча раздобавить этот есть утверждение который есть просто шагом 1 является значит там утверждение пусть у вас есть м комплекс на многообразие многообразие вот и йота из м вещественная структура то есть антикомплексная инволюция вот тогда а x от неподвижная . тогда в окрестности тогда существует система координат координат один подали от за цен гламурных в окрестности таких что йота назад от z и т и z и т с палочкой другим словами то что вы действует просто вот в этих корнях как честно комплексное сопряжение вот это похоже на то что я вам рассказывал в прошлый раз про действие там инволюции на вещественном многообразии доказательстве на такое же я похожи чё то не понимаю сейчас вот у нас и это такая штука что на каждом йота йота это такая это отображение которое в квадрате дает и на каждом не просто на иксе это отображение язык совы с которой тождественно в квадрате инволюции то есть но действует на касательно пространство его дифференциал сроковая неподвижные точки не к любой причем действует из точки их с точкой и сказать но в точке их сказали на к точке это от x а если их неподвижно то это касательно точке есть такое отображение из-за из себя которая если как вещество долина этого это необходимые условия но недостаточно для того чтобы это была антикомплексная инволюция тоже нам все нужно чтобы гламотный функции приводить в антигломортные везде не только на кресле неподвижных точек что такое йота йота это антикомплексная инволюция антикомплексная значит что она гламотная приводит в антигломорфная а инвалид что в квадрате равна и торжественного вещественную структуру наказательном пространстве да вообще-то штук тоже называется ясно трудно на многообразие хорошо значит давайте докажу это утверждение довольно просто оказывается мы вводим координаты z1 то далее ну давайте вот z1 который мы вретать хотим получить давайте как-нибудь обзовем конь другой буквы чтобы не путь y1 то далее и уже был у 1 и то далее он насчет гламотные координаты координаты такие что но не порождают вещественная часть д-у-1 то далее вещественная часть д-у-н порождает равно ты созвездочкой к иксу в неподвижном правда что в неподвижных точках это вещественная структура может быть это же антикомплекс на тоже смотрю в нем не комплекс то есть нам не только что а чтоб чекала можно проводить в антигаломорф надо то есть это не когда попал комплексный структура сейчас одни комплекс структуры это антикомплексное отображение неподвижных точках дифференциал на касательном пространстве действует обязательно планете комплекса да как вещественная структура себя переводит до другой половин сохраняет точно точно вот смотрите значит у нас есть потому что это вещественная структура у нас всегда есть базис вещественному касательно пространстве который неподвижно относительно йоты им просто выбираем теперь голоморфный это это как мы выбрать половина вещественных координат и мы дал наши комплексные координаты выбираем так чтобы у это ну вещественная часть у это было этой штукой то есть до мнимой частью у этой и маджи мимая часть да у этой есть и от вот это вектор 3 давайте обозначим на самом деле чтобы не было значит это дело dx это dx это это дело будет dx1 то льда и цена будет вещественные части наших координат комплексных вот и тогда д игре петая будет анти и от до игре петая ну если так скажем йота от и от dx это есть минус и йота от dx это это и dx это это вещественный базис в этом вектором пространстве такой бы отсюда есть это в силу того что это вещественная структура да я просто выбираю теперь гламур гламур гламурный координат таким образом чтобы у них было заданное производное внули здесь минуса здесь и нету и до икс это есть минус и и и и и и не пропу где в грейс вообще композиции чего нибудь чем-нибудь вот здесь один вектор а если мы к нему применили йоту вы поэтому был вопрос один формата откроет спасибо ты можешь вторым делать просто доски уже не влезет есть мы будем дпдс это писать мы выбрали базе мы выбрали базе в касательном пространстве к иксу и мэттбайс продолжает до голоморфных координат который мед действует вот так для том что идея тут простая что вы есть у вас есть вещественные части ваших голоморфных дифференциалов вы можете просто достроить так как до голоморфных координат в одной точке просто конечно всегда есть есть и на на наказательном и если на рука с этим наоборот просто очень долго писать наказательном потому что там д д д д д д д д икс и как и в прошлый раз при линеализации я заменю координаты на другие а именно у меня были координаты улита а я напишу за 3 то есть у это плюс и назад от улитая с палочкой идет назад от улитая с палочкой вот это это гломорфная функция это тоже гломорфная функция потому что это йота от антигломорфной функции идет менять местами гломорфная антигломорфная вот это йота инвариантная йота инвариантная функция вот а ее дифференциал ну да хорошо нет правильно это очень хороший вопрос спасибо что вы спросили нет конечно правильно сказать что йота от затыта и затыта с палочкой в этом смысле вот конечно идет инвариантная лица вещественная часть вот ну мы раз применяем йоту чем вот эта же самая штук у нас палочкой вот это как раз те координаты которые нам нужны по условию этого утверждения а почему это координаты потому что у них дифференциал линии независимо и венца у них те которые были тоже дифференциал в x и дифференциал этой функции дифференциал этой функции равны силу вот это вот условия это хочу доказать вот и вот я пишу z и это получаю мы применим йоту к этому сейчас напишу йоту применяем у и тому плюс йота ну сразу . йоту от у это с палочкой получаем йота от у это плюс мой у это с палочкой вот вот это и мы получили вот это вот это вот хорошо тоже дает она на самом деле ведь вещественный оператор на комплект сопряжения коммутирует йота йота от у это плюс вот это весь вот это чем идет коммунирует вот вот мы получили что мы применили к этой штуке в йоту и получили я с палочкой вот это есть от палочки но ты это есть а за этот вот этот у это плюс йота со звёздочкой от юита с палочкой пучком путь не вещественно аналитическое многообразие от нагадались на данный пучком функции которые локально как кольцов на пространстве замок на шару вырваны с вещественно литическим функциям на этом шаре у нас есть какое-нибудь название для многообразия с определенной на ней с определенными антиголоморфным отображением нет такого названия но если это инволюция это называется многообразие вещественной структуры но это не вполне то же самое это не тоже то есть на комплекте много комбинации вещественной 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 структуры это разная вещь одно из них комплекс на другое вещество ну хорошо значит смотрите мы получили такой набор координат затыток почему это координаты джунгих и диверсуал ли не зависим то же дифференциал у этого и дифференциал значит смотрите мы берем не финцовывать все от у этого применим к нему елату мы получаем дифференциал в иксе от у этого с палочкой почему это так ну потому что вещественные на вещественной части йота действует тривиально а на мнимой части йод действует минусом вот и получаем что дифференциал дифференциал в x от ну да дифференциал в x от уйота с палочкой будет соответственно дифференциал z такой же но в два раза больше чем дифференциал в силу вот этого определения а поэтому не дифференциал и независимая это все видоизменение этого аргумента который был форш раз генерализации в естественных действий тут просто почему но веществ нам проще потому что не нужно копаться там с комплексными сопряжениями ну по сути суть трон тоже ну потому что йота от вещественной части д у это есть вещественная часть до уйта аском с мимой частью йота от мимой части а д у этого есть минус мнимая часть отдал у этого данном случае у это рассматривается как функция комплекса начиная функция у нее есть хорошо определенная мнимая и вещественная часть вот мы выбрали это у это так сказать написав его его дифференциал вот в нуле таким вот образом все дифференциал в аксе только нигде нет а в аксе хорошо 1 икс это игре относительно относительно йоты а почему у и ты вообще ну не факт получил я тоже не дифференциал может быть лень зависим ну чтобы дифференциал были независимы на априори может быть не знал нет ну нужно доказывать что что дифференциал вот этих затетах будет ли независимая то есть то же самое точно не получится потому что например может быть ну то же самое точно не получится потому что у это может быть какой-нибудь вектор вот мы прибавили вектору комплекс сопряженный вектор вот на привлечь и может ноль получится ну я не знаю почему они вещественные или независимые надо все в любом случае это как бы может конечно это и так но мне кажется что тут как только есть какая-то засада ну просто не любой век вы как бы говорить что любой вектор есть к нему прибавить йоту от него с палочкой будет он же нет ее ты действует нетривиально наказательном пространство нет и вот это понятно может минус вообще действует а если это у направил сам начал был вещественная и какой-то вектор мы твектор априори может быть любой то есть может быть вы правильно говорить но это надо как бы аккуратно вдаваться в это просто разложим на вещественные в нем участие и дифференциалы и мини вен а кому видно нет никого не видно то вам ну вы можете выйти попробовать это рассказать я и я думаю что я не увижу но если кто-нибудь увидит мы потом провести голосование и кто-то увидел то как бы полезный педагогический эффект может все стирать не жалко смотрите я все таки не знаю то есть вот эта формула который там который который не пытается краски стереть там написано что йота от минус 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 часть это вот поток это я думаю чуть выше форму а вот там почему верно потому что мы уже какая-то определение от них не это определение а у них одинаковое у этого сейчас это это как раз это и эта формула идентична да вот это формула вот это нижняя самая и вот это у нас все есть р от и ну сам начало был был написан одновременно и стер просто йота ады икс это есть да икс это который носил вот этому кстати и и матуда и начинаем это здесь здесь это джэд это джэд это джэд у плюс джэд сейчас джэд здесь вот 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 так это что сложный и на оператор то есть почему он у вас как действует тождественной абсолютно в упор не понимаю нет дифференциал идет и он же это называется вещественно не ну как бы их мы можем и минусы точнее но вообще вещественный это оператора это вещественный оператор он вообще с комплектной структуры с комплект умножения коммутирует нет 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 вещественная и вот вещественный оператор то есть он коммутирует комплексным скану основе на комплексное число тоже дифференциал дефиморфизма который вещественный вот но по крайней мере понятно теперь чем путница кажется мне горшой был полезные выступления вот вот важный момент действительно тут чтобы почему не на не надо как комплекс сопряжение и это путать то что идет она является вещественным дефиморфизм а коммутирует умножение на комплексные числа вот то есть дифференциал декомотив с нами комплексные числа от а то что он переводит гламотного антигломорфный но повезло нет угла мощная антигломорфный было может а это потому что по определению вещественную структурную многообразие апрелян нам такой что да не комплексная инволюция антигломорфности от инволюция вещественная вещественная Вещественный дифференциал, который антикоммутирует с комплексным оператором, который тоже вещественный, с И. То есть при применении ЙОТа и переходит в минус И. Ну вот так получается, самое комплексное число... Нет, И тоже вещественный. Это не комплексная единица, это вещественный эндоморфизм касательного расслоения. То есть это все вещественные штуки. Вот. И приплетать к ним комплексным нему единицу можно, но лучше делать это, так сказать, очень создано за то, что все должна путать, тут проще, 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 проще. Ну окей. Значит теперь... Это ничего. Почему? Что? Почему? Потому что если мы применим ЙОТа и ЙОТа, а если мы применим... Ну и антикоммутирует с ЙОТой. Нет, почему из этого бы следует то, что ИТ-эксид, и равняется до ИТ-эксид? Нет, это по определению. А из этого бы следует вот это? Они в принципе даже не равносильно. А почему? А потому что ЙОТа антикоммутирует с И. Поэтому мы проносим ЙОТа минус И, и вылезает минус. Почему они бы антикоммутируют с И? А ему у нас вещественная костяка. А, ну да, ну скажите, комплексная, да. Нет, ну можно попробовать думать по этой в комплексных терминах, но ничего не получится, потому что это все вещественные операторы. То есть как бы вы пытаетесь забыть комплексную структуру, а вы не можете ее при этом помнить, если вы пытаетесь ее забыть. Ну хорошо, у этого есть какая-то мораль, которая, собственно, на слайде написана. То, что я не сказал, это шаг 1 в слайде. Шесть и семь координат, подобающие для этой антикомплексной инвалюции. А самоутверждение такое, утверждение, или даже предложение, что пусть у вас МР – это неподвижные точки антикомплексной инвалюции. Вещественная структура. Структура Йота на МВМ, а М – это комплексное многообразие. Вм – комплексное многообразие. Тогда существуют карты заданные на М. М в окрестности в окрестности МР такие, что координатные функции карты давайте их эти карты обозначим уитые Z1, тогда я Z карты. Вот это шара, это координат на нем. В окрестности МРТ такие, что Ui ZT в ограничении на МРТ вещественная и функции перехода перехода на МР тоже вещественная. Фи Альфа-бета в ограничении на МР вещественная. Доказательства у нас, друзья, у нас вот эти координаты собственно, я только что и задал. Значит, доказательства. берем берем координатную систему систему такую, ну, в окрестности, каждая точка, она есть. Что йота назад от ZT и ZT с палочкой. Вот. Тогда МР МР задается уравнением мнениями днимая часть днимая часть от ZT равно 0. Вот. Но она поэтому вещественная. Но теперь функции перехода, они коммутируют, они с одной стороны голомовственные, с другой стороны с вещественной структурой совместимы. Вот. Ну, а кольц-кура несовместимы с вещественной структурой, значит, они переводят они переводят йота от функции в функцию с палочкой. Ёота от координат в координат с палочкой. А поэтому они вещественные переходят от одной системы координат в другой. То есть у вас просто есть на каждом из шаров координатного у вас есть вещественная структура. Вот это вот. И это вещественная структура коммутирует с функцией перехода. А вещественная структура в шарах это просто палочка это комплекс сопряжения. Нет, а еще вот такой вот. Вот такая у нас вещественная структура. То есть у нас МР покрыт шарами, у которых вещественная гамма шарами В. вещественная структура такая. Если мы ограничиваем ее на МР, а мы же будем ее ограничить, то это же будет просто З. Это тождественно будет. Наймар будет тождественно. Нет, она нужна, чтобы у нас были функции перехода просто вещественные. Вот такие функции перехода в космосе вещественные. Удовлетворяющие уравнению Фи Альфа и ЖТ с палочкой вот плохо написал, конечно, вещественные, то есть уравнение Альфа и ЖТ Пси Альфа с палочкой есть Йота от Пси Альфа Бета. Пси Альфа Бета это наш Фи. Йота минус первый. Это Фи Альфа Бета, да? Это Фи Альфа Бета. функция перехода приходит комплекс с определенной функцией перехода. Вот. Это мы получили, смотрите, комплексное многообразие вещественное. Так, вопрос есть к происходящему? Шесть по листу. Сейчас, а почему не надо коммутирует? Потому что за эту форту и кто кто коммутирует? И с нашим КИ. Вот поэтому может правильно так на самом деле все это сказать. Что у вас смотрите, у вас есть во-первых вещественное слое на М, у вас вещество слое на каждой карте. Просто из ограничения. И на каждой карте это вещество слое вот такая. Она делает комплекс сопряжения. То есть если мы окончим Фи Альфа Бета на пересечение с неподвижными точками, мы получили вещественные функции перехода между вещественными картами. Да. Спасибо. Какое-то изменение сейчас доказано. Жень доказано такое, что у нас есть пусть у нас есть многообразие М, свещественные структуры Йота, МР это неподвижные точки. Там у нас есть гламошные карты на М, такие, что там Йота действует комплекс сопряжения на координатах. Вот. И МР сдается уравнением мнимой части золотых равно нулю, естественно. А функция перехода между картами вещественные. на МР. То есть, они комплексные на М, а вещественные на преограничение на МР. То есть, МР функция перехода сохраняют в силу этого уравнения и вещественные. Вещественные. Которые задаются этим антикомплексным инволюцией. Вот. Ну, тут я не говорю вообще, что есть что-то трудное. Вот. Теперь есть еще в обратную сторону утверждения. То есть, не только это, собственно говоря, теория, которую развил Грауров. Грауров полностью вещественное аналитическое многообразие. Это то же самое, что комплексные антикомплексные антикомплексные. Вот. Из этого он тут же доказал кучу разных теорем про вещественное длительное многообразие. Типа, что там есть у вас есть коррентный пущет, у них все комологи создаются тогителем. Очень полезно. Любое вещественное антическое многообразие по той же теории Меграурута задается как под награде ворванной. Там есть такая теорема. Можно, в чем проблема-то? Эдим, когда сейчас будут заниматься. Вот. Мне это, собственно говоря, тут я-то все это наука, которую Граурута заводил, заниматься не планирую, все, что мне нужно, доказать у меня из Дерниренберга. Вот. И этим мы сейчас займемся. Хорошо, значит, дать утверждение. Пусть М, Р вещественное аналитическое многообразие, аналитическое многообразие, многообразие, тогда существует комплексное многообразие, многообразие, М, плюс вещественная структура, структура, Юта такая, что М, Р есть М, неподвижность точка относительно Юта. собственно, то есть, предыдущая конструкция на самом деле необратима. Не только все, не только мы можем получить вещественное многообразие поддерживающих инвалюции, как бы, как не подвержены точки инвалюции, но и все вещественные награды, так получаются. Вот, естественно, что тут не греть в тонкость, потому что у вас могут быть два разных комплексного многообразия, сдающих инвалюции, сдающих одно и то же вещественное. я бы даже привет привел, но не буду вас мучить. Если кто-то хочет, то я готов. Вот, но, то есть, правильно говорить так, что вас интересует, на самом деле, вот это терем Граурт, правильно такая, правильно так формулируется, но это, к сожалению, язык, тегория, нужно, говоришь про ростки. Вы берете росток многообразия, комплексного многообразия, в окрестке неподвижна точка антикомплекса инвалюции. Вот, и категория таких ростков экваленна категория вещественных личных многообразий. Вот, на это я не буду не доказывать, не пользоваться. Так, мы даже на доске не пишем. Вот, а, вот, утверждение нам сейчас будет не трудно сворулировать. называется то, что мы берем многообразие какую-то точку, а там берем росток, корне, кольца, нет, мы берем росток всего подможества. Если у нас есть замклое подможество многобразия, комплектом или вещественном, можно взять росток окрестности. это окрестности с точностью до эквивалентности две окрестности эквивалентны. Ну да, любые две окрестности эквивалентны. Два росток комплекта многообразия, экваленцы другому росток многообразия синик вson небольшой окрестности замкло подможество. Росток это класс 1 класса валетская без многообразия по такому отношению к валенности они должны содержать вот это вещественно подмога разе и быть а бегала морс на небольшой окрестность будет терем город я не буду будет хорошо значит вещественная структура которая задает наша вещественная поднагрязь многобразие как неподвижные . доказательства смотрите у нас есть улит и это локально конечный локально конечное покрытие вот тут без покрытия не обойтись покрытия картами каждой улице эквивалент на шару в комплексном пространстве вещественном пространстве естественно в 2 в простите конечное покрытие картами м.р. прошу прощения то есть мы начинаем с м.р. и мы делаем из него комплексное комплексное многообразие вот локально конечное это такое это мы берем во первых у каждой карты должно быть замыкание которое компактно в м а во вторых это замыкание имеет право пересекаться только с конечным числом карт только я конечно такой хитрого условия на самом деле он не ножки 3 чем очевидно условия что каждая карта каждая . ты проходит пересекать что в конечным числом карт там еще нужно чтобы замыкание было компактное чтобы замыкание тоже но найти локально конечно покрытие такая задачка из топологии второго курса которую вам остается сделать если вы не делали самостоятельно ну там это как и и про компактность то равносильно пара компактность по моему да и счетность а еще на бак нам не нужно вот хорошо ну теперь смотрите значит доказательства шаг один значит мы умытый самый вот шаг один продолжается отсюда носить у это у и все это все и житая из у этого в пересечении с уитом уже там в житая в пересечении суетом функция перехода функция перехода до входа они вещественно антично и честно антично и ценой небольшого уменьшения нашей карты тут снова использовала локально конечным покрытием можно считать что фи и житая голоморфно о простите вещественно антично аналитично в окрестности замыкания и житая с палочкой вот ну это тут и действие том что если у вас есть опять к локально конечного покрытия можете изменить каждый элемент карты на меньшую каждую карту на меньшую карту которая содержится в той карте своим замыкание вот а значит существует и псилон и псилон такой что фи и житая голоморфно но она как бы является рядом уже но ведь априори конечно фи и житая может не быть рядом то что сейчас аналитическое не так который раскладывается в ряд глобально это который скажет в окрест каждой каждой точке ну просто замените те под разобьете ваше покрытие таким образом чтобы фи и житая предлагала себя от в окрестности не только в коре с каждой точке в каждой карте даже замыкание существует он такой что фи и житая голоморф на на ночь мы берем этот наш от шар умножаем его на шар радиус и псилон в мнимом направлении это дело лежит в цивэнный это дело лежит в корень из минус один рваный и псилон будет зависит от и же вот даже выбираем для каждого и просто самый маленький из этих и псинов благо их конечное число потому что у локальной конечности можем это сделать мы получим покрытие то есть заменяем заменяем наша у это на улица умножить на б умножить на б и псилон вепсим самый маленький всех и все зависит от одного индекс пособием самый маленький вот мы получаем уже гламотные шашлы такие ныне шары поле диск но как бы открытое подножество в цвн и такие что функции переход все гламотно то функции перехода получается и свежит их просто продолжение в мнимую в нем направлении вот это очень сильно сложная конструкция просто идея в том что вы можете начать с вещественной литической функции и продолжить ее в нем направлении но очень маленькая и псилон и вот этот тот направлении то-то протяженность тут шар в котором он продолжается за вас но за с вам задаст вам такой как комплексный многообразие под такими блинами они возможно дали большие в направлении вещественном и они очень маленьким направлением не умно тем не менее все-таки открытое подножество вот ну и условия к цикла просто получится из по принципу антического продолжения то есть у вас есть какой-то голоморфная соотношение между морд и функциями которая верно в рвенной то она верный в циванной песни пояснить это и понятно а мы по если выльтим то уменьшим нет у нас получилось получился блин все функции перехода хорошие вот конечно надо аккуратно пусть это проверить чтобы если у нас во втором уже уже там который еще у нас есть что там функции переход тоже были тоже работали нам еще и в нам еще потребуется функции перехода отсюда и фунт привода в обратном направлении но слава богу они в общем друг другу обратно и поэтому это не самая страшная проверка не значит локально конечно то есть для каждого у этого нам придется умножить конечно уменьшить конечное число раз вот и то есть нам на образную чтобы она продолжалась в длину и все конечно чтобы говорить тоже тоже имеет смысл того что дальше нам же еще нужный то есть проверить для уже этого но это там обратно так что мы единожды локально конечных вот должно хватить ну да вот мы хотим провести условия к циклу до только цикла говорит что фи и житая на фи же и к то есть фи и к то вот это условие которое необходимо проверить если вы сдаете многообразие картами атласами вот она верна вещественном еще наверно в комплексном то что есть возникла март на функции которые на ирвенной главу выражение зломорта конс который верно ирвена наверно c ванной ну это например видно из того что можете разложить в этой лора поиск только вещественными координатами ну например но и вообще такой может еще называть принцип отражения не знал вот но принципе это просто вещественно ну как бы значит мы научились делать из вещественно аналитическом наговорить комплексно аналитическое той же размерности есть противоположная операция из комплексно аналитического делать вещественно аналитическое значит предмана естественно размерность вещественно не изменится вот давайте апрельну компенсификацию значит определение комплексно аналитическое многообразие м р есть комплексно аналитическое аналитическое снабженное антикомплексной инволюции инволюции бьет а такой антикомплексной инволюции вот такой что йота неподвижной точке м это м йота ну и отождествение как как в прошлом слайде компенсификация сейчас существует вот и она единственная с точностью до небольшой окрестности то есть если у вас есть две компенсификации то в небольшое окрест с темы ранят ожидаются ну понятно как вот теперь давайте я пропущу пройти головной тензор это нам не очень нужно и нужно ну да под потом мы к этому пожалуй вернемся тут идея идея в том что теперь весь у вас есть на м гламотный какой-то какой-то тензор начнись ли на м м задан тензор вещественный он продолжается продолжается до тензора на тензор вот тут те же редактор точно вот хорошо ничего что тут вот ну собственно тут все продолжается с положением тензора сейчас мне нужно это нам не нужно учатся научиться продолжить наш тензор почти комплексная структура мы можем продолжить этот тензор доголоморфного тензор если нас есть на вещество многообразие какой-то тензор мы продолжим доголоморфного много тензора на его компенсификации следующим образом мы просто берем тот же самый тензор те же самые функции и просто продолжаем англический продолжаем небольшую окрестность неподвижных точек это называется гламотное продолжение утверждение что выключается то как бы ничего не трогать никто не трогает может у нас тут контакт плохой никогда такого не было и вот опять вот значит утверждение если и вещественно англическая почти комплексная структура почти комплексная структура то и ц гламотно ее компенсификация ее компенсификация и ц она бьет из т м ц в т м ц гламотно и удовлетворяет тому же самому соотношению x в квадрате равно минус тождественное вещественно англическая англическая структура на мр да да вот ну значит продолжение я уже говорил как те почему это будет выполнено но это тот же самый принцип англического положения сейчас какое-то выражение с гламотными коэффициентами которое верно на тотальном вещественном подмогообразии оно верно и на таком на тотальном вещественном просто которое неподвижных точек антикомплексной валюты то наверное небольшой окрестности сейчас это в тумане я а здесь такая турри или тензор то мы можем его продолжить но просто мы берем тот же самый тензор с теми же самыми функциями только продолжаем и в комплексную область может начнем средний а может сказать небольшой крест продолжиться а а это небольшой крестность да квинфикация это небольшая окрестность значит говори не можем может будет сообразоваться небольшой топ небольшой окрестно только ваша гостина вот да тут я конечно просто просто мест не хватило тот шоком ситуация берется с точностью эквивалентности а эквивалент 2 20 эквивалента если они бигаломорфны в окрестности неподвижных точек и это бигаломорфин коммутирует с вещественной структурой вот это как бы такая эквивалентность компенсификация которая въезд на многообразие от комплекта этот комплексный с инвалид с вещественной структурой источник такой эквивалентности хорошо вот мы и доказать такое что просто берете этот и c в квадрате привалить единицу к нему то есть на к нему и и он же является на мц на мр значит он является везде то что но у него просто ряд ты лор разумляется переможете его в локальных координатах играет ты лор и там все коэффициенты будут нулевые хорошо вот эти да и продолжили вот до голоморф на оператор который определяет наши мр ну да точно зеленая объекция между голоморфные функциями на на mc и не объекция там в общем голоморф визионатической функции на мр продолжается голову функции на mc более меня по определению небольшой окрестность важно при небольшой окрест спасибо что вы про это указать указали хорошо значит теперь я просто прощение уже немножко затянул но и реально осталось почти ничего вот значит у вас есть вещественно англическое многообразие мог который можно получить из комплекта многообразия просто забыв что программливную структуру называется подлежащие значит underline подлежащие или полученное забыванием вещественно англическое многообразие многообразие то есть если у вас есть м комплексная но с координатами за это 1 то я зато вы берете вещественное с координатами вещественная часть z1 мнимая часть z1 вещественная часть z2 мнимая часть z2 и так далее вещественная часть zn мнимая часть z1 теперь ваши гломостные функции перехода они берут одну одну как бы набор координат комплектом набор комплект на числе вот из него набор другой набор комплект на чисел но очень что это просто вещественное число тогда ваши функции превращаются в но и все разложатся от элора конечно осваиваться от элора по комплексной координате но тем более они раскладываются и по вещественной вот это вам задают из каждой значит из набора карт с комплексными координатами вы получаете набор карт с вещественным координатами вот можно еще так сказать что давайте мы возьмем под пучок порожденный всеми сходящимися рядами от гломостных антигломостных функций как бы под пучок гладких функциях на комплексного многообразия вот легко проверить что это было но локально у вас широко гломостные функции от сходящей среды от координат вот обещанной функции череды тоже от координат но вещественных вот теперь если вы взяли сходящиеся ряды от гломостных координат и голос кабинаци палочкой то есть антигломорта координат это то же самое что ходить среды просто от вещественные и мнимой части голомортных координат поэтому даже тут нами площадь не делать вот как я говорил а просто сказать что дескать вы если вы замените сходящие сириды от гломоортов функций находить среды отвечать с нами мы аналитических и просить от грамотных вы начали с кольца комплекс аналитических функций грамотных при получить кольцо вещественно аналитических функций вы получаете просто взяв сходящиеся ряды от голоморфных антигломорфных вот из этого кстати видно сразу что она в 2 раза больше потому что на самом деле голоморфные антигломорфные как бы алгоритм независимо хорошо теперь значит мы получили вот так вот как бы этого отображения подлежащие до комплекса сопряженное многообразие да это важный момент таким вопросом вот у вас мы умеем делать из комплексного вещественное а что здесь мы сделаем из комплексного вещественно из него снова комплексная удвоив кажется что получится м на м с палочкой дайте определен с палочкой насчет применение если если м и комплекта многообразия комплексная то м минус и минус и тоже комплексная векс на и и называется обозначается обозначается им с палочкой называть комплекс сопряженном многообразия комплексно сопряженная тут я пользовался языком комплексных структур в языке голоморфных функции значит о м это голоморфные функции на и мы то же самое что о палочкой с палочкой то есть гламорфные функции на одном эти антигломорфные на другом этот комплекс сопряженное многообразие вы просто можете сказать что вот дескать просто взяли коэффициент у всех функций применили ко всем коэффициентом комплекс сопряжения получили новое кольцо функций и вот это будет кольцо функции на комплексно сопряженное многообразие я внять он нет я пока определил только м с палочкой на той же дворазмерности теперь теорема а может быть действительно как-то и как-то вы грустно смотрите может я сейчас перервусь от да добью последний кусок там два слайда все еще раз ну лидерный мир доказывать нужно это или или лучше сейчас до добить кто за то что сейчас продолжить до конца кто против прям по ровну ну дайте я договорю про эту комплексную сопряженность и на этом действительно дозволенная речь прекращу тоже затянулась на стерео пусть у вас есть им комплекса многообразия м мить как не обозначается его веществе и зация ну м1 подлежащие вещественное да это подобные тоже у нас мр были неподвижные . дайте в мр вот тогда тогда квалификация мр это это окрестность диагонали в м множество палочкой смотрите м м с палочкой одно и то же многообразие как как вещественно поздно им палочки комплексная структура противоположная поэтому здесь есть диагональ вот и мы берем окрест диагонали и значит в ней в этой окресте диагонали диагональ гиви естественно лежит диагональ в диагонали это мр вот доказательства здесь комплексное сопряжение x y переводится в yx это антикомплексная инвалюция инвалюция да в нужным с палочкой вообще-то эти комплекса инвалюция потому что она вот у вас есть здесь действует и а здесь действует минус и выполняю их местами вот то что раньше было и стала минусы а то что мы было минусы стала и . без туда перешла в минус вот это дико десна инвалюция вот неподвижной точке от диагонали вот те какие там гламотные функции вам от неудка я даже говорил они получаются это это сходящие ряды от грамотных функций тут и тут сходящиеся в окрестности диагонали теперь какие у нас гламотные функции на м с палочкой кондика морщ и функция то есть гламотная функция на диагонали упрость и дичь аналитической функции на диагонали это пленомы от готова функций biases или так dans два могут стать тут вот поэтому что мы получаем мы получаем что голоморт на и чтобы 즉 аналитическую функцию на это это просто ограничение гламурта функция сюда гламурта функция которая вечно понимает вечно значение на дань как вы сгручена и смотрит я чувствую что придется то место и повторять нет мы хотим чтобы вот это было вещественное многообразие не было равно как как эмар . вот дельта как вещественное многообразие вещественно как вещественно многообразие на кучевках неподвижной точке антикопляс инволюции вот это вот вот чтобы она была равна мр каким куча из гламурта функционная мр это ряды от пози откуда получает визит функционная мр это сходящие среды от гламуртах антигломат на функции потому что я не слышу слова форма фрабениуса но мы не дойдем такое ощущение что в какой-то момент случится чудо да да включится чудо будет занимать один слайд вот но но как перед этим нужно концептуализировать сейчас происходит видите давайте все вчера действительно я напишу дамка из категории плен категории кто не знает как раз это вот займет прям столько же времени но служа с фрабениус вот потому что на этом месте мне кажется половина слушать и сломалась просто у нас есть комплексное многообразие мы сделали из нее вещественное вот дальше хочу это вещественное получить по графу как неподвижной точки инволюции вот я говорю что это это она получается как диагональ в таком комплексном многообразии из такой вот инволюции вот не круто жди как вот доказывать но во-первых не пошли неподвижные точки диагональ это очевидно вот а надо доказать что кольцо еще наличь функции то же самое вот как это получить но какие здесь вещественно аналитические функции это комплект аналитические функции на тут которые кроме того относительной инволюции их переводит в комплекс сопряженная вот ну это пылином и соответственно от рейкли исходящиеся ряды от голомортных функций тут и антигаломортных функций тут то есть было можно тут антигаломортных тут то что м с палочкой вот на пыль по вреду от голомортных антигаломортных сходящийся то же самое что просто вещественно аналитические вот это на слайдах не было написано конечно на это будет сейчас сказать вот ну хорошо друзья то да все еще раз так кому добьем муж фрид гоил этого самого как у них у